Добро пожаловать! Начинаем серию программ, посвященной автобиографической книге второго президента Армении Роберта Кочаряна под названием «Жизнь и свобода». В этой книге описываются истории, предшествующие событиям 1 марта, также становление Роберта Кочаряна как президента. В первом выпуске мы вернемся к событиям, предшествующим приходу Леона Тарпетрусяна на политическую арену после 10-летнего отсутствия. И хотелось бы начать с цитаты, написанной в книге. «Прошло почти 10 лет с момента его отставки, и все это время Тарпетрусян отсутствовал на политической арене. Он жил затворником, занимался научной работой и писал книгу. Кажется, про крестоносцев. Никакой политической деятельности не вел, ни во что не вмешивался и не проявлял ни малейшего интереса к политике. И вдруг ближе к осени, в конце августа, Тарпетрусян начал разречать по Армении и проводить встречи». Вы знаете, мне кажется очень странным, что человек, который никак не интересовался жизнью своей страны в течение 10 лет, вдруг решил выйти на политическую арену и баллотироваться в президенты. Да еще с такими радикальными лозунгами. Тарпетрусян решил прийти на политическую арену, потому что надеялся, что его бывшие соратники будут на его стороне. В принципе, так и было. Его сторонники с бывшей партии были на его стороне, в том числе и Никол Пашинян. 21 сентября, в день независимости Армении, Левон Тарпетрусян организовал встречу своих сторонников, на котором как раз-таки объявил о своем приходе на политическую арену и о том, что он будет баллотироваться в президенты Республики Армения. На этой встрече он высказывался очень радикально и очень грубо в отношении Роберта Кочаряна лично. «Он обрушил на власти Армении поток гневных тират, которые даже при большом желании нельзя было назвать критикой. Звучали резкие, грубые и радикальные обвинения в адрес власти в целом. Лично в мой адрес, а также в адрес карабахских армян, карабахского клана, как он его называл». Знаете, что меня очень интересует? Человек, который хочет прийти к власти и высказывать свою обеспокоенность тем, что правительство у нас плохое или делает какие-то неправильные шаги, разделяет карабахских армян и армян Армении. Как такое вообще может быть? Бывший президент, при власти которого экономика Армении сократилась в разы с гневным выражением лица, не утруждая себя цифрами и фактами, обвинял в разограблении страны президента, в период работы которого ВВП Армении вырос в пять раз. Тот, кто после сфальсифицированных выборов 1996 года удержался в своем кресле через публичные избиения оппозиции и ведения чрезвычайного положения, теперь вдруг заговорил о демократии. Человек, который никак не проявлял себя в течение десяти лет. Я испытывал смешанные чувства, злость, досаду, недоумение. Оказывается, Тарпетрусям почти десять лет категорически не соглашался с нашей политикой, но почему-то молчал. Он мог сделать конкретные заявления, выступить в прессе, да просто позвонить мне и выразить свое несогласие с содействиями властей, если, конечно, его хоть в малейшей степени интересовало происходящее. Меня возмутила несправедливость и полная беспочвенность обвинений. Наверное, криминальные действия властей заключались в том, что в стране каждый год создавалось более 30 тысяч рабочих мест, а предприятия, которые были при нем разграблены и разорены, теперь начали работать. На недовольство Тарпетрусяна Роберт Кочарян ответил цифрами на тот момент, который говорили сами за себя. Став премьер-министром, в 1997 году я получил наследство бюджет в 300 миллионов долларов, который к 2007 году вырос до 2,5 миллиардов. Насколько же плотная оболочка ненависти окутала Тарпетрусяна, если он не видел очевидного? Пришлось также напомнить людям о том, что в те годы страну потрясла серия политических убийств, организованных Фоно Средегианом, бежавшим из страны, бывшим министром внутренних дел. Наивно полагать, что президент не знал о преступлениях своего ближайшего соратника. Несмотря на все эти высказывания и недовольство Тарпетрусяна, Роберт Кочарян никак не хотел повлиять на то, чтобы Тарпетрусян не участвовал в предвыборной кампании на пост президента Армении. Свою предвыборную кампанию Тарпетрусян ввел так же, как и в 90-х годах, очень радикально, жестко, не следя за тем, как он выражается в отношении нынешней власти тех времен. К его оппозиционному движению также присоединился Артур Бахдасарян, будучи главой партии Орнат Серькир. Вместе они создали оппозиционное движение и, наверное, надеялись на то, что на их стороне будет большинство населения Армении. На выборах в президенты 2008 года участвовало три президента. Левон Тарпетрусян, Артур Бахдасаряна и Серж Саркисян, который был сторонником Роберта Кочаряна. Одним из ярких сторонников Левона Тарпетрусяна в предвыборной кампании был Хачатур Сюкьясян, который как раз-таки и поддерживал, и оплачивал его предвыборную кампанию. Левон Тарпетрусян был уверен в своей победе на выборах, потому что на его стороне были некоторые бизнесмены-выходцы из его партии. Этим он думал, что сможет привлечь на свою сторону обычных граждан, простых жителей нашей страны. В выборах участвовало три кандидатуры. Левон Тарпетрусян, Артур Бахдасаряна и Серж Саркисян. Каждого из кандидатов тем, что Серж Саркисян вёл очень спокойную, стабильную политическую борьбу и не оказывал никакого влияния на жителей. А Левон Тарпетрусян, в отличие от других кандидатов, ввёл такую же борьбу, как и в 1996 году. Очень радикально, жёстко, в какой-то степени даже жестоко. Артур Бахдасарян вёл такую же политическую борьбу в том же направлении, как Левон Тарпетрусян, потому как был в оппозиции. Его предвыборная кампания почти ничем не отличалась от предвыборной кампании Левона Тарпетрусяна тем же радикальными выражениями, тем же недовольством, что и выражал Левон Тарпетрусян. Это уже впоследствии после выбора он подписал соглашение с Сержем Саркисяном. Предвыборная кампания каждого из кандидатов на пост президента были очень разными. Были разными как их прошедший путь до этого момента, так и их представление о будущем нашей страны. По социологическим опросам 70% населения были категорически против прихода к власти Левона Тарпетрусяна. Этому были доказательства результатов выборов 19 февраля 2008 года, где Левон Тарпетрусян набрал только 21,5%. Артур Бахдасарян набрал всего лишь 17%, а Серж Саркисян, как и было по предварительным социологическим опросам, собрал 53%. И стал новым избранным президентом Республики Армения. Таковыми были итоги выборов президента 19 февраля 2008 года. Но Левон Тарпетрусян был недоволен и не согласен с официальными результатами. Что было дальше, мы с вами прекрасно знаем. И обсудим мы это обязательно в следующих наших выпусках. С удовольствием приглашаю всех на презентацию автобиографической книги второго президента Армении Роберта Кочаряна «Жизнь и свобода», которая состоится в отеле «Конгресс» 17.00 12 мая. Буду рада всех вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова